Всем доброе утро! Подошла с утра, смотрю на свой мини-рассадник. Ранее капуста. Вот она уже мне подросла, неделю назад высадила семечки. В принципе, ее уже можно высаживать в огород под агроволокно. Сегодня погода уже более-менее наладилась, нет сильного ветра. Я, наверное, займемся сегодня огородом. Мне чеснок нужно прополоть, капустку высадить, и можно пару ящичков картошки ранней высадить. Да не можно, а нужно обязательно. Это мои замиокулькасы, хорошо прижились. Там уже маленькие-маленькие клубеньки есть, я проверяла. Пакеты полиэтиленовые сняла, чувствуют они себя довольно-таки хорошо. Хорошо. Решила вам показать. Сначала думаю, показывать или нет. Думаю, все-таки нет. Сделаю небольшой обзор покупки продукты. Мы не закупались почти две недели, в магазинах были перебои. Ну, в принципе, колбасные изделия были все в ассортименте. А крупы, там, мука, масло, так, с напрягом были. Сейчас есть абсолютно все. Сегодня с утра муж был на рынке, заодно зашел, закупился. Вот яблоки какие хорошие купил. Это не на рынке, а в магазине. Чемпион. Классные у нас тоже такие есть, но свои мы съели. Сосиски взял. Это ветчина куриная. Мы брали. Мне понравилась. Неплохая довольно-таки. Колбаса обычная, молочная. Почеревок. Почеревок не удержался, купил. Мяса хорошего не было, не успел. А почеревок вот такой мясной, вообще прелесть. Почеревок по 150 гривен килограмм. В принципе, сало и почеревок по одной цене. Масло сливочное, развесное. Не знаю, еще ни разу не брали. Даже не скажу, сколько стоит, потому что не помнит, и чек выбросил. Творог домашний. Творог просто шикарный. Посмотрите, каким вот он кусочком. Творог жирный, хороший. По 110 гривен килограмм. Это сыр какой-то взял твердый. Сметана. Молоко. Сметанка тоже прелесть. Молока взял две банки. Молоко, по-моему, по 25 литр. Банку взяли на кефир, а банку пить. Масло подсолнечное. Но масло мы закупали. Маслозапас, конечно, сделали. И каждый раз подкупаем. Во-первых, чтобы нам не ездить в город, нам удобно, когда есть дома побольше запасы. А это мне еще мамочка подмогла тоже. Передала такие подарки сейчас. Лимон, сыр, нарезка. Так, а что у нас нарезка? Сервеладик. Это печень говяжья, хорошая. Я не знаю, в каком она магазине берет. Она все время ходит, все время свежую берет. Так, печеночка. Как всегда, мои любимые хмели-сунели. Гаврила по акции были. Яйца. Кстати, яйца у нас подешевели, здорово подешевели. Яйца или 25, или 250, или 260. В общем, вот такая цена довольно-таки приемлемая. А это мне мама уже передала готовую сушеную тарань. У нас вообще сейчас тарань пошла. У нас все рыбаки сейчас на канале ловят тарань. Она мне сушит. Я ее не умею сушить, никогда не сушила. Всегда мама мне передает сушеную. Вот такая большая, смотрите. Там еще свежая, почищенная. Я уже в морозилку выложила. Вот такая классная тарань. В общем, сейчас все запасаются таранькой, пока идет лов. Все готовят консервы рыбные в автоклаве. В общем, пока есть рыба, все крутятся. Рыбаки на рыбалке. А это мне мама передала огонек из тених. Я обожаю ее огоньки. Очень вкусные. Так, вот такая небольшая закупка. Наверное, да, это на неделю нам всего, конечно, хватит с головой. Даже больше. Мясо отдельно мы покупали. Овощи у нас все свои. Кто меня смотрит, знает, что мы выращиваем овощи. Поэтому, как бы, вот так жизнь немного налаживается. Муж был на рынке, сказал, сирена с утра просто невыносима. Потом посмотрел, что у нас по области, как там дела обстоят. То вроде все нормально, все обошлось. Но, говорит, сирена была страшна. Говорит, невозможно было находиться на улице. Но на рынке люди были. И торговали, и закупались. Как бы все нормально. Комендарского часа нам не объявили на выходной. Вот так. Ты так красиво режешь почеревочек. Солить будешь, Юр? Конечно. Люблю такой почеревочек. Ладно, все, давай, занимайся. А я завтрак буду готовить. Юра режет и комментирует. Говорит, почеревок бомба. Да, классно. Мы давно. Вот, наверное, за все время. За месяц первый раз купили. Давно уже. И не привозили ничего на рынок. И невозможно было купить нормальное. Поэтому я очень довольна сегодняшними покупочками. Все хорошее, все вкусненькое. И все нужно. Яйца жареные на свежем почеревке. Давно не жарили. Очень хочется. Мы завтракаем. Нам приятного аппетита. И всем, кто завтракает вместе с нами так же.